Книга «Открытый окон», том 4, вопрос 1287, тема «Канонизация». Откуда людям известно, что тот или иной стал святым? Кто им про это засвидетельствовал? Отвечает Игнатий Тихонович Ларкин. Такие случаи были не чаще одного раза в столетие, а то и того реже. Сегодня идет бессовестная игра в канонизацию. Сейчас на очереди канонизации Ивана Грозного, палача и сына убийцы, патриарха Никона, Григория Ефимовича Распутина, друга царской семьи, Суворова Александра Васильевича, генералиссимуса. Следующим на очереди будут Георгий Константинович Жуков и Сергей Александрович Есенин. Безумию и дерзости православных архиереев и католиков нет предела. Колосиным 2.18. Никто да не обольщает вас самовольным смиренно мудрием и служением ангелов, торгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмиваясь ладским своим умом. Притчи 34. Кто восходил на небо и не сходил? Кто собрал ветер в пригоршни свои? Кто завязал воду в одежду? Кто поставил все пределы земли? Какое имя ему и какое имя сыну его? Знаешь ли? Иоанна 3.13. Никто не восходил на небо, как только шедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. 2.29. Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим. До века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. Матфея 25.34. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Матфея 25.41. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелом его». Кавычки закрыты. Тогда, то есть на страшном суде и не раньше, а наши дедушки в плавуках, сидящие в синоде, каждый свой Макария и Антония, и Филарета, и Домнушек, и Матронушек, уже сегодня определили только направо, а не согласных с ними налево. Согласно этого, они воображают, что им Бог дал право записывать, кого они пожелают в книгу жизни. Малахи 1.9. «Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал вас, а когда такое исходит из рук ваших, то может ли Он милостиво принимать вас?» – говорит Господь Саваоф». Кавычки закрыты. А на суде Божьем Бог будет сверяться по их диптихам, бескровным маркирологам. В одной и той же Москве разные дедушки воображают по-разному. Одни на Рогожском кладбище устраивают, по правую сторону митрополита Амвросия, протопопа Аввакума, княгинь Морозову и Урусову, и других, кто не покорился неконовой реформе двоеперстников. И это для них железно, непоколебимо, навечно. В чистом же переулке в Москве Редигером Дроздоевым и его послушниками решаются, утверждаются точно так же, но только уже троеперстников, и записывают их навечно на правую сторону. Католики же самого свирепого гонителя православных Кунцевича записывают тоже на правую сторону. Непонятно, для чего тогда страшный суд, если он сам сказал 1 Коринфянам 4.5. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который светит скрытые во мраке и обнаружит сердечные намерения. И тогда каждому будет похвала от Бога». Даниил 12.1. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа своего. И наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены, будут записанными в книге». Кавычки закрыты. «Никаких откровений никто не получал. Все основано на снах и дымном надмении мира». Исход 33.19. «И сказал Господь Моисею, я проведу пред тобою всю славу мою и провозглашу имя Иеговы пред тобою. И кого помиловать, помилую, и кого пожалеть, пожалею». Кавычки закрыты. «Даже самого себя вычеркнуть из книги жизни, этой самой подлинной книги для канонизации, и то человеку не дано право». Исход 32.32.33. «Прости им грехи, а если нет, то изгладьте меня из книги твоей, которую ты вписал, Господь сказал Моисею, того, кто согрешил предо мною и сглажу из книги моей». Откровение 1.18. «И живой, и живый, и был мертв, и все, жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти».